Так, для тех, кто смотрит в записи, это третья часть трансляции по Тирани. Я еще две минуты подожду, не буду начинать нажимать кнопку продолжить, быстро расскажу тем, кто смотрит в записи, что происходит. Это первое знакомство с игрой, ну как первое, третья часть знакомства. Первое прохождение, там максимальный уровень сложности, включен экспертный режим и еще отсутствие сейвов типа Iron Man, как в XCOM. И в прошлой части, в конце прошлой части, мы остановились на сражении, где врага тупо больше, раза в полтора-два. Поэтому... Да, Локи, кстати, так лучше, чтобы три места занял, мы рассчитались и все. Удачи в создании нового персонажа через несколько минут, говорит Little Girl Dwarf. Она впереди, она сражалась, она, видимо, знает. Вот. Короче, смысл в чем? Меня сейчас будут убивать с очень высокой вероятностью, а учитывая то, что у меня нет сейвов, скорее всего, мне придется начинать игру заново. Поэтому я должен себя настроить на сражение, жрать все, что только можно жрать, все бафы, которые только возможно, думать дважды над каждым ходом, внимательно присматриваться к врагам, определять тактику и придерживаться ее, что самое главное. И пошло волнение. Ну чего, перед смертью, как говорится, не надышишься, поехали. Может, не в самом бою я окажусь сейчас, а до. Я бы еще подготовился бы. Ну я ливнул в прошлый раз сразу в начале боя, может быть, диалог у нас будет какой. Я уже готов пробел сжать, если что. Семь против четырех сейчас будет. Круто вообще. Ну. А, есть. Так, диалога нет. Ох, это попроще будет. Внимательным образом готовимся. У меня звери... Стоп, слушайте, я могу назад уйти? Йес! Так, я пойду пошоплюсь сейчас. Блиин! У меня выносливости просто, бутыриков нет. Я пойду файм. С милеточкой 154 активировал премиум на ваш канал. Знаток механики снова вделим. Так, у меня есть два дня, да? То есть я могу даже путешествие короткое сделать. Абузер. Знаток механики. Ой, как сейчас горит! Как у кого-то полыхает, особенно кто отдавался на этом сражении. Дворфиечка, если ты смотришь, ай, ёпперес, это я не могу выйти отсюда. Эй! Блин! Нет, абуз не пройдет. Отсюда не уйти никак. Никак. Никак не уйти отсюда. Ну вот оно, вот оно, он проход, и... И как? Черт. Теперь да. Ну ладно, хорошо, все равно... Слушай, я дальше пройти-то смогу. Вдруг здесь лут есть. Там даже, кажется, какой-то проход. Ладно. Да-да-да, я слушаю, если я смотрю. И так, и так, и сяк. Отлично. Ну, не надо что смотреть, тут пока. Так, давайте я обойду еще, посмотрю, может, тут какие-то... Какие-то секретные рычаги. Рычаги. Я не проходил по этой комнате дальше. Может, схрончик какой-то. Мне бутыльки нужны. Угу, сейчас. Два бутылька. Два или даже три сейчас найдем. Да ладно, у меня есть там хавчик, надо разобраться с едой, пожрать там яблоки. Пробафаться как можно, вообще, как можно лучше. Итак, что у нас есть? О-о-о, стойкость. Вот, вот такие вот вещи. Типа к стойкости в течение Е. Да. Разделим вещи на... На те, которые длятся очень долго. Так, а давай в стэш сразу. Их явно больше, хотя нет. Так, топаз, опал. Вот еще здесь бутылочки. Так, тут на минуту. Защита от воздействия кровотечения, восприимчивость к кровотечению. Собираем в кучу штуки. К броне колючий дробящий. Вот, хорошая тема. Такие вот бутылочки у меня есть тоже в количестве нескольких штук. Это на 5 минут на битву точно хватит. Плюс 2 к броне. Колючий дробящий рубящий. Еще бы элементарского урона добавить. Ну, в смысле, резистом. Так. Резуректы есть бутылки. Таких только 2 получается. Но, скорее всего, один должен остаться у танка. А второй, я, скорее всего, пропью этим саппортом. Невозможность тянуть в бой в течение 120 секунд. Скорость передвижения, быстрота, уклонение в течение. Тоже хорошая штука. Именно для саппорта. Танка-то пусть встягивают в бой. Нужен человек, который может даже бобру отдать. Что у бобра? Знание ко всем навыкам, категориям навыка. Обязательно пропиваем раз. Паралич горения, заморозка, к защите. Вот, элементальный хороший. Вот этот бутылек нужно всем пропить. Но только на минуту. То есть, с этого нужно, наверное, бой начать будет. Знаете, я не хочу торопиться, потому что доходить до сюда – это 8 часов. Ну-ка так, приблизительно. Ну, быстрее, если там проскакивать квесты. Так, это что у нас? 120 в сознании. Скорость передвижения, стойкость течения. Так, а если... Во-первых, скинем те вещи, которые вообще не нужны. В тайник, чтобы не отвлекали просто. Так, медовуха есть еще. Долгая, причем такая, по длительности медовуха. Так что мы все, наверное, долгие. Просто уберем и пропьем до начала сражения. В ячейку быстрого доступа вставить не будем, получается. А в ячейке ставим те, которые с ограниченным эффектом. Ну и, собственно, восстановление и прочее. Так, выносливость, арморчик. Тебе тоже давай вот так вот сделаем. Так, есть. Давай даже в одинаковые слоты для простоты. Да? У тебя тоже есть. Вот против яда можно убрать бутылек. Хорошо. Эск-подчеркивание. Я активировал премию на ваш канал. Да если умираешь и жив, хотя бы один перст, просто выходи из игры, сейф будет до боя. Нет, это не совсем честно. Это как раз нельзя обузить. Вот убегать пытаться можно, на мой взгляд. Но там не убежишь никак. Так, защита от стихии. Кому? Скорее всего, танку вторую защиту от стихии дам. То есть, танк у нас пропивает кружку, вот эту вот, живучесть он еще проедает. Случайный негативный эффект, неплохо. Да, наверное, эту тоже мы пропьем так. Что? Это при критическом попадании при крите. Разъедающий урон 40, неплохо. Так, ярость лесом. Короче, проедаем, получается, корешок, зерно и медовуху. Вот еще есть атлетика, исцеление к живучестью, но это, наверное, лучше саппортом дать. Ладно, давай уже раскидывать по... Да, давай, стойкость тебе, ок. Опа, лазурный колокольчик хорош. Отражение попаданий, 50%, он будет на себя очень много. Парирование будет. Вот, обязательно, обязательно. Щиты сбагриваем, эту секиру сбагриваем, перчатки тоже. Точильный камень можно взять, но, наверное, точильный камень лучше роги дать просто. Тоже стойкость. К смекалке. Искусность. Сейчас будем все жрать пачками просто. Просто пачками жрать. Так, есть еще одно зерно к живучести. Это я саппорту дамажем. Они же не стакаются, если все одним есть, однотипное. Тебе зелье, тогда второе. Окей. Фруктовущие. Гранат минус. Это что такое? О, силовой щит. О, вот это лучше быстрый поставить. Силовой щит мне может помочь. Значит, восстановление выносливости. С, подчеркивание, я поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Миша, привет. Привет. Хорошей игры, ломай их полностью. Да блин, их больше. Их, конечно, больше. Так, ягоду. Ну все, инвентарь вроде очищен. Меня смущает, что главный герой вообще ничего толкового не взял. Ну, к знаниям там немножко, это понятно. У него есть парочка выносливости правильным. Давай разделим еще фрукты. Дадим вот так. Так, вот эту штуку. Я не знаю, что там будет. Кровотечение, не кровотечение. Так, а защита от... От стихийного урона. Это вот оно, да? У всех есть защита от стихийного урона. У некоторых даже по два. Это замечательно. Случайно негативный эффект. Случайно негативный эффект. Стоит ли? Сейчас посмотрим, что остается. Еще есть зерно. Зерно раз. Оно дает стойкость, да? Живучесть. Живучесть. Зерно раз. Медовухам. Всем по медовухам. Ну, только это там кто-то не пьет, наверное. Одному не достанется только. Не, ну я не откажу, если что. Стойкость нужна. Точильный камень раз, точильный камень два. Этим особо не нужно. Это что такое? Ярость. Наверное, тебе все-таки нужно. И тебе крит попадания, разъедающий урон. Оставаться в сознании. Надо быстрые ячейки очень внимательно поставить нужные вещи. Так, это все у нас долгое воздействие. Ну, сравнительно. От двух минут до десяти минут. То есть мы заходим, проедаем это. Или проедаем и заходим. Кроме вот этой хрени. Фрукты с вином отлично, с пивом. Так, и здесь жалящий ожог. Как-то так. Ладно, точильный камень тоже в бобру дам. Негативный эффект. Можно кому-то один. Да, тем более там настакать его можно. Случайно вот так вот негативный. Просматриваем теперь. В первую очередь, конечно, выносливость резуректа и защита от стихий. Вот от этой хрени можно попробовать избавиться. В пользу либо кровотечения, либо разъедающий урон. Разжалящий ожог мне больше нравится, чем защита от яда. Тем более я смогу, если что, яд снять как негативный эффект. Тут силовой щит две минуты. Можно силовой щит сразу прожать, да. А вместо этого взять что-нибудь как раз такое. А что ты можешь взять? Ну, не восприимчиваясь к кровотечению. Ты же можешь, будешь долго терпеть. Хорошо. В восстановлении, воскрешении резисты кровотечения, еще больше восстановления резисты к удару. У этого к удару, кстати, нет. Может от бобра убрать? Нет, танк все равно не пробивает по физике. Ему как раз парочка таких вот бутыльков. Ярость, воскрешение, резисты, негативный эффект, восстановление, плюс к знаниям, плюс магия, смекалка. Так, так. Вроде все. По спылам. Комбы, комбы, комбы. Защиты, оглушения, заморозки. Меняемся местами. Стреляем, если что, комбы. Защита, сейв, резурект, живучесть, сила. Слушай, ты же апнулся у нас, да, по левелу? Я тебе накидывал вообще? Да, накидывал 60, 60, 65, 55. У шипа 55. Можно сделать что-нибудь. Или как раз там нельзя сделать. Дистанцию можно апнуть, на самом деле. Или апнуть точность. Хренас 2 тебе. Так, только дистанцию тогда апнем. Обновляем. У главного героя с 55 слабо. Тут 20, кажется, стоит. Ой, как дорого. Давай интенсивность попробуем повысить. 75 не получается. Тоже вроде более-менее актуальные апы получаются. Тут не шагнем мы никуда. 73, 73, 73. Ой, в смысле, какой 73? Что я несу? 60 здесь, во-первых. Тут можно что-нибудь базовое. Не помню, сколько они там. Вот, 70. Либо расстояние, но тут уже 80. Точность тоже 75 не пойдет. Ладно, давай еще дистанцию обновляем. 70, 70, 65 маловероятно. Ну вот этот 55 можно, опять же, попробовать. Да, конечно, ты только что это смотрел. Ни хрена у тебя не получится. Так, давай тогда бафчик. Касание титана, живучесть. Длительность можно... Да, длительность точно. А сколько выражений у этой темы? Два выражения. В принципе, я могу сделать еще дополнительное выражение. То есть и здесь накинуть, например, к длительности до 60. А потом берем новое заклинание. Ключ, собственно. Ключ, говорю. Раз. Выражение вот такое. Броня, если запас здоровья ниже. Я редко буду пользоваться этим заклинанием, но лишним оно точно не будет. Потому что оно будет с разным кд, и если делать будет нечего, то можно броню накинуть. Что мне нужно при броне? Точность точно нет. Длительность нужна. Сразу 75. Здравствуйте. 45-56. Ничего себе. Область действия маловероятна. Да, и расстояние апнем. Дистанция 4 всего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну чего? Милишники могут юзать слабоизглинг. Да я понимаю. Просто милишников, как правило... Ну хотя, да, могут теоретически. Например, на себя какой-то-нибудь армор накинуть пока. Да, а чего? Чего я торможу? Давайте два слота заклинаний есть. Что нужно милишникам? Бафы, скорее всего. Живучесть силы почему нет? На себя, например, хоп. Или та же самая броня на 60. Нормально. Замедление тоже хорошо. Я, наверное, возьму один баф для универсальности. И... Точность... Хватит-хватит. Отлично. Назначаем раз. Назначаем два. И одно замедло. Какую-нибудь базовую вообще ледяную хватку. Ну здесь... Ну тоже уложимся по точности. Ну чтобы с большей вероятностью замедлять. Готово. Три. И четыре. Все срочно перед битвой меняют профиль. Оказывается, что люди могут не только руками махать, но и заклинания... На базовые заклинания знаний хватает. Вот они появились. Раз, два, три, четыре. Ну чего? А когда жрать? Вот ключевой вопрос. Лучше пожрать до того, как мы вступим в диалог. А диалог может состояться сразу же. Так что лучше сейчас все про это самое, про бафать, а диалог очень быстро пропустить. Что, поехали? Начинаем с архидлительных. Это яблоки. Раз. Что, предметы... Что? А, я понял. Там 15 секунд нужно подождать. Для каждого КД 15 секунд. Ладно, выбираем тогда вторые, которые действуют 60. Ой, 600. Так, вода идет следующие. Давай, скоро. Ну. Нет, у тебя же... Надо переключиться. Нет. Ну. А, типа время сейчас не шло. Я понял. Когда мы в инвентаре, время не идет. Ждем 3, 4, 5, 6, 7... А, вот они, кулдауны. 8, 9... 15 секунд. Фигня по сравнению с сестами. Заходим снова в инвентарь. И спокойно выпиваем. Это 2. Опять же, начинаем с тех, которые... Так. Так. Ну, если ты еще пока не готов... А, можешь, да? Странно. Так. Откат пошел. А что в следующем будет у нас? Точильный камень, скорее всего. Нет, искусность еще есть. Фрукты еще есть. Блин, у этого только... Только медовуха. Ладно. Готовимся. Кочельника. Тут фрукты. Блин, тут фрукты. Я говорю, тут фрукты. Да. Тут медовуха. Да. А ты не можешь пока. Что будешь? Сыр или фрукты? Смекалка. Искусность. Так. Моя основная боевая подруга уже все пропила. Надо, наверное, выпивать уже послед... Хотя есть еще 600 секунд. Последние фрукты. Тогда зерно. А здесь что? Здесь еще медовуха попробуем. Когда идет, когда идет, когда идет. Фрукты. Зерно. Медовуха. Ну, медовуха сейчас. А, 14 секунд. Я только пропил, видимо. А, я этим съел. А-а-а. Ну, тогда давай этой жри. Атлетика живучесть. Да ладно, поехали. Это же пригодится. Все. И последнее, собственно. Этот бутылек. То, что на 2 минуты уже у нас идет, да? Ну, или точильный камень какой-нибудь. Это мало интересно. Вообще, пробиваемую броню бы ее взять. То есть, тут точильный камень мы берем. Тут берем, скорее всего, отражение. Лазурный цветок. Хотя хочется и эту хрень пропить. Но, а какая хрень полезнее? А, это в течение Е. Это силовой щит вообще. Вместо кровотечения надо ставить. Окей. А здесь у нас что? Ксилим. Главное, ты хорошо поесть. Так. Сили раз. Почему не израсходовалась она опять? Тут. Это два. Это три. Ну, почти сейчас. Раз. Иду вас. А сейчас идем быстро-быстро разговаривать. Да? Поехали. Сразу бой желательно. Хотя там за... Там заосновляется время во время диалогов? Такой вопрос на таком. Или нет? Хитроумно что-то сделаю. Ну, теперь поехали. Бафы вроде есть. С приличным запасом. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Ё-моё! Всё равно всё хреново, на самом деле. Ой! Пауза, спаси меня! Так, значит, слева у нас есть лучник. Здесь почётный страж. Это герой. Какие статы! Капец! Это помягче. На самом деле, может быть, Атли, как магичку надо убивать. Книга чей раз. Ученик книга чей в два. И тут ещё Ассасин прыгает на меня, кажись. Так, то есть у нас получается два милишника. Три милишника, как минимум. На самом деле, я бы попробовал... Ну, естественно, танк у нас идёт вот сюда. Вот просто раз. Он должен кого-то в комбо-вомбо затаунтить. А все остальные, наверное, ему лучше смещаться. Идти не в сторону лучника, а в сторону уязвимых магов. У них там защита и вообще беда полная. Но потенциально опасность у них весьма серьёзная. Поэтому, скорее всего, я пойду сразу делать подножку и месить вот этих пацанов. Единственное, что было бы неплохо на правильного товарища накинуть защиту. Ай, блин. Чёрт я. Ну, их реально тут много. Это максималка, без сейвов. Ну, что я... Как вообще? Ладно, хорошо. Значит, ставим ли мы сразу защиту на кого-то? Мы не знаем, кого будет атаковать. Да, танк, скорее всего, стаунтит. Но танку, возможно, и в первое время не нужна защита. Так что, скорее всего, нам нужно тремя просто передислоцироваться к книгачею. Причём с комбой. Начать именно с неё. Повалить, максимально быстро убить. Это раз. Ты, скорее всего, начнёшь с АУЕ-бафа. Дистанция 4 метра. В принципе, можно сейчас было бафнуться, но мне нужно разбегаться. Можно баф оставить на потом. Может быть, имеет смысл этим товарищам просто пока отступить вниз, чтобы не... Да и моей подругой тоже лучше отступить вот сюда, чтобы не попасть под первые удары. Так, ассасин уже здесь. Капец. Отлично. Ну, давайте тогда я его таунчу со способностью. Ты беги, получается. Так, ты сразу же давай сделаем тогда вот сюда вот. Бафчик. Бежишь или не бежишь? А как ты можешь бежать? У тебя сейчас комбы идут. То есть никто у нас не бежит. А, нет, у тебя нет комбы. Комбы же у танка. Не тупи, Миша! Ты бежишь к ученику. Ты убежишь к ученику, начинаешь его сразу дпсить. Ты, наверное... Нет, ты делаешь баф. Высобили три человека, нужно их на танке оставить как-то. Как я их на танке оставлю? Ну, двумя таунтами двух я под... Да это самое. Там уже кастуют, капец. Просто непонятно, что делать. А что по бутылкам? Может быть сразу что-то общеукрепляющее сделать? Там на минуту, например. Ну, точно не тебе. Вот тебе, скорее всего, можно что-то уже пропивать. А, ты в кд еще? Отличное зашло. Ты пока кастуешь, да? Ты делаешь таунт. Гонец, молниеносный удар по джайне. 14 урона сразу по главному герою проходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это герой. Вообще, к этой подруге надо будет прорваться. Через книгачеев. То есть я хочу этих трех магов сначала вырубить. Так надежнее будет. У них и по хп проблемы. Ну, точно врубаться в человека со щитом героя смысла нет. Так, тут таунт. Ты выдержишь. Тут делается баф. Ты пробегай пока, ладно. Когда у тебя там? Ну что, затаунтил? Нет? Какая грязь. Да, все, дебаф прошел, таунт прошел. Соответственно, можно уже главному герою, например, на себя кинуть щит. А по кому стреляют маги? Поэтому стреляют маги. По идее, лучше щит кидать сюда, потому что есть вероятность... Есть неплохая вероятность его... Да, по нему сейчас и урон будет. Давай магический щит сюда. Пошел. Ты пробуй... Все, он пошел уже. Таунтим второго, соответственно, вот этого товарища. Ты у нас подходишь. Бутылка еще не алло. Здесь сразу начинаешь зажигать, менять его местами. Чтобы он бездействовал. Ты все еще кастуешь, Нубас, да? Что ты кастуешь? Я понимаю, он навесил? Не, он баф не навесил. Где таунт Василий? Короче, И полностью отключаем. У кого там еще И остался? Ну, как раз у танка и остался. Он не таунтил, скотина. Так, ты подходишь, делаешь обилку. Тут сделал баф, молодец. Может быть, имеет смысл сделать сейчас еще одно великое обновление. Ну, вопрос на кого. Пробиваемая броня. Ну, лучше, конечно, учитывая то, что он апает еще пробивание брони, лучше на Ассасиншу кинуть. Но у меня сейчас под ударом... Под ударом Джайна про Адмур. И, наверное, учитывая то, что энергетический щит она точно завязает на этого. Ее нужно защищать. А потом срочно лечить. Так, она, в принципе, может... После того, как сделает защиту... Где таунт Василий? Че-нибудь пропить. Ты точно таунт. У тебя КД пока еще, да. Этого ранения нет. Блин. Прошу, кастуй. Прошу, кастуй. Он не таунтил верхнего. Капец. Как же мне маг подставляется. Так, легкое ранение. Ок. Я не пойму, почему он не делает таунт. Этот горит. Абилка закончилась. Концентрируем удар. Дальше на нем. Шампурчик пошел. Блин, 23 урона попало по главному герою. Ну и с восстановлением. Почему? Там реально такой кулдаун дикий. Может сделаем сразу... Не, надо броню сначала. И опять этот товарищ не делает, к сожалению, лязг железа. В общем, лязг железа настолько важен, что... Потому что у него какая-то... Какая-то проблема. Это у него проблема. Он весь... Объелся. Неужели скастовал? Да, красавчик. Так, давай сразу сделаем быстрое исцеление для того, чтобы и пробафать на 80 секунд. Так, есть. На защиту все еще не поставил. О-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о. Нет, надо его у нас есть уже попивать первую. Капец. Тут откатятся скоро, да. Еще одно исцеление делать. Или закинуть. Нет, ульта нужна. Нужна ульта. А по кому стреляют? По мне же стреляют Слушай, давай на себя щит сделаем такой Потому что, кажется, выцеливаться уже начинают по этим А я тогда смогу на тебя еще накинуть За счету вот такую по ХП Во, отлично Я не знаю, что делает у нас танк Он лязг железа Как не сделал, так и не делает до сих пор Дистанция вроде ему позволяла Все у него было Но он ничего не сделал Может, времени мало прошло Может, он медленный Так, тут шампур Так, тут щит накидываем Хорошо О, кажется, пошел, пошел таун Есть, таун, пошел Сейчас этот должен отвлечься Щит наложили, хорошо Теперь нам как-то надо избавиться От вот этого упыря Подставить его под танка Возможно, стоит Вот сейчас, после того, как накинули защиту Закомбить уже Делаем комбо Да, он таун, чингес Сейчас второй на танка пойдет Как у тебя с учеником дела? Ранения Мало Так, ты можешь что-то проесть Проесть лучше при крите разъедающий урон Очень хорошая тема Пропиваем Пропилим Ну, хп позволяет, надо работать А она критует достаточно часто Учитывая ее точность Ну, вон, соточка Так, а что у нас делает главный герой? Комбит, да, получается? Все, пошел уже комбо, насколько я понимаю Уже пошла комбо Так, у тебя тоже бутыльки откатились Давай-ка придумаем что-нибудь хорошее Силовой щит пока не нужен Резурок нет Выносливость нет Давай-ка на минутку Паралич горения заморозком Броню апнем Мы в таунтили, товарищ Поэтому можем позволить себе Больно А там сработает у меня? Висит еще эта тема? Висит, хорошо Стырание записи работает Оно же должно прибавлять Какое-то фиксированное количество Или поглощает какую-то часть урона Видо изменялось оно, что ли? Под защитой Уже пошла защита Какой эффект? Не знаю Так, но бутылок у меня больше нет Либо я сейчас Либо я сейчас Камблю С этим Ну, вроде как Камблю Либо я сдыхаю Скоро Либо я юзаю билку И ухожу В скрывание Ф7 Так, этот ранен Этот бежит на танка Проели Пропили Тут можно бить Кстати говоря Или можно попытаться Заморозить кого-то Что у тебя по точности? Нет шансов На самом деле У меня Ну, нет оценки Учитывая экспертный режим Есть у меня бонусная точность Плюс 15 Ну, танку Если и морозить То нужно морозить Ну, там дистанция всего 2 метра То есть, кого-то из этих двоих Что не очень хорошо Уж лучше, наверное Все-таки Касание титана сделать Опять же, 2 метра Нет, стоп У тебя же сейчас еще Баф на скорость идет Атаки И у тебя есть Пробивание брони Да ты бей просто уже Ты же не бил там Пока тупил Я не вижу вообще Где комбо Поэтому, наверное Стоит Накидывать реген Все-таки Ооо Под защитой Уходит Слушайте Нет Есть комбо Есть комбо Можно сделать комбо Сначала делаем комбо Потому что там на 90 секунд У тебя Увеличивается скорость Так Тут ранение Ок Будешь ли ты пытаться Его морозить Нет Ты просто бьешь Потому что у тебя опять же Бафы У тебя конские характеристики И ты можешь себе это позволить Что будет делать саппорт Во-первых У него бутылек И он здоровый Он в принципе может Как-нибудь себя Пробафать Вот к броне Колющий дробящий урон Отличные Зелья защиты На будущее На весь бой Фактически Пропиваем сначала зелье Оно моментально Просто пропивается Все И теперь Комбим Эй Так Вот эту подругу Надо защищать Как-то еще будет Потому что На нее герой Отвлекся Это проблема Так Подлечили Вот теперь вопрос Если танк завязал Двоих Что мне делать Сейчас с двумя Саппортом И собственно Магом На комб Концентрировать свой удар Либо на ученике Либо на двух верхних магах Мне кажется Что лучше на ученике Мы таким образом И Быстрее кого-то Первым убьем Ну что он уже ранен И Так У тебя-то баф пошел Уже по По этому По белочке Ты же должна сейчас Есть Вылечились практически полностью Да И пошел В основлении Минус 15% Все Ты теперь можешь действовать И действовать мы будем Хорошо что по ней стреляют Магический щит Там поглощает И может отразить Будем ледяным шипом Пилить Вот этого товарища Есть еще ошеломление Но я не уверен Насколько эффективно Он подействует Ошеломление Не штука хорошее Замедлим скорость Например героя Надо попробуем Ошеломление На этого пока что Там дебафчик идет Так По бутулькам Что В кд В кд В кд В кд Полетело Снова Героя Ой Шаровая молния По фуге прошла 35 От ученика Он тяжело ранен уже Господи О Я могу закомбить Кстати У меня же комбо Откатилось Ну в смысле Возможность Сделать Но не на ученика Точно Нужно наверное Будет переключаться Либо на княгачей Либо на атли Я бы на атли Потому что она явно Поопытнее Как магичка Но Защита у нее Кстати защита у нее Прикольная Княгачей правда Покруче По всем характеристикам Так Проверяем Ты у нас просто Сражаешься У тебя бонус Твоя задача Держать вот этих Вот опасных пацанов Окей Ты хотел делать Ударный разряд Ошеломления На этого товарища И почему-то Не сделал Ну можешь добавить Чистого ледяного урона По шипу По шипу Шипом Хотя шип сейчас Будет делать Вторая подруга Не давай проверим Все таки Сможешь ли ты Сделать дебаф Ударным разрядом Давай А ты да Ты добивать пробуй По зельям Все в кд Попадает При смерти уже Может шип не тратить туда А уже поздно Ранят главного Сейчас шипом добьем Скорее всего Можно кстати Бафнуть пока сил Нет Лучше добить Сначала его А потом уже Ну Будет ошеломление Ну Так А куда барик Пошел В смысле Как Почему А Они Они пошли За Понятно Там освободился Гонец Один Почетный страж Почетный страж Барик Ударный разряд Лантри Вообще попал Промахивается По цели Красавчик Просто Просто красавчик Я думаю Что надо идти регенить Уже По крайней мере Фугу Уфу Ну Добейте Уже Одного Хотя бы Ударки Все еще В КД Ой Как Фуге Плохо Ой Как Плохо Фуге Будет Сейчас На нее Прям Ну Шип Давай Блин Джайна Ну Там Осталось Да Господи Есть Первый Минус Первый Минус Так Будем Ли мы Гонца Раненого Добивать Или пойдем На Мага Я думаю Гонца Нужно Опять же Переключаемся На него Будем ли Комбить Гонца Я думаю Будем Комбить Гонца Тут Свободно Перемещается Джайна Что будешь Делать Ты А ты Будешь Лечить Ты Будешь Лечить Когда У нас Таунд Откатится Нескоро Бутылка В первую очередь Откатится У Джайна У тебя Баф Все еще Работает От щитов Да Работает 9 секунд Будем С руки Просто Бить После лечения Надо сразу Отступить Так Ты можешь На самом деле Касание Титана Живучесть Точность Ну точность Ну точность Это не то Просто Касание Титана На себя Чтобы еще Немножко Увеличить Урон И Продлить Себе Жизнь Так Блин Тогда Джайна Сможет Что-то еще Сделать Пока Там Судо Дела Заморозочка На щит Вешать Как Откатиться На щита Еще Ой Как долго Да Подлечили Хорошо Сейчас Саппорт Может Сделать Что Он может Ледяным шипом Я хотел Отступить Какой Ренш Тебя Давай Отступай 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 Стоп Хватит Теперь Ледяной Шип Уганца Заморозка Как Заморозка Прошла Ес Как там Джайна Ледяная Хватка Бросок 55 Средненький Заморозка На 17 Секунд По герою Еее Так А вот Теперь Камбим 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 Кто опасный Давай Раненого Лучше Побыстрее Добьем Комбинируем Раз Ох Подножка Сейчас Пойдет Танк Сколько Еще Будет Три Секунды Ай Как Больно Сейчас Идет Подножка Тут Заканчивается Давай Нет Он Он Исчез Может he Засейвили Просто Крыли Подстава Так, во-первых, бутылки откатились. Я... Не торопись, прошу тебя. Давай защиту... У тебя действует бутылка прошлая? Ты это пропивал или не это пропивал? Ты не это пропивал, ты пропивал бутылку другую. Давай пропиваем на резисты к элементальному урону. Можно сейчас апнуть им живучесть, опять же, и силу. Либо все-таки ледяным шипом пытаться что-то сделать. Не, там два битых, давай лучше. Занимайся своими прямыми, блин, обязанностями. Главный герой. Не жалей, не жалей. Бонус к знаниям или элементальный? Элементальный, там два мага рядом. Пропиваем. Так, и пошел яд. Негативный эффект я снять уже не смогу, к сожалению. Вот что мне делать? Он пропал. Переключаться получать от этого? А, вот он сюда пришел. Комбо уже нет. Капец. Давай опять за него браться тогда. Ударный разряд, скорее всего. Спешка вряд ли. Ошеломление. Он сильно бьет. Это типа ассасина, товарищ. Да, комбо не сработало. Так, танк что пропивает? Резисты есть, реджув есть. Вот, если пропивать, то силовой щит, но он не нужен. То есть, танк у нас пока курит. Курит и сражается. А белку язнем, потому что двойного удара все равно пока нет. Сейчас баф пройдет. Прошел баф. Теперь мы можем, например, тоже льдом вот по этому проатаковать. Ты просто бей, подруга. Просто бей. Есть. Сбили, кажется, с ног, да? Или ошеломление сработало. Сейчас посмотрим. На нем ошеломление, да. 50% скорость атаки. Что у нас еще есть? Можем спешку уже сейчас кастануть, потому что других свободных у меня, к сожалению, нет. Спешку все-таки на фурию, потому что она пока, да, пока молодец. Апаем ее. Блин, танк такой ни к чем не получился. Завязал только одного. Это было его в первую очередь выставлять, чтобы прям все на него шли. У меня позиция была хреновая. Ну как, она после диалога, после скрипта такая стала. Саппорт, значит, у нас стреляет льдом по этому, да? Да, он все еще ранен. Еще только один умер. И один только вот идет к успеху. У меня... У них по-прежнему численное превосходство. У меня два ранения. Причем у важных товарищей. КД, кстати, откатился у Саппа. Ну, ему особо защита от элементального урона не нужна. Ему сейчас как раз нужно наносить урон. Да куда вы все убегаете? Как же они достали? Так, это шип идет, да? Фуга умирает. Это слишком много для нее. Там заморозка подействовала. Но кажется, мне кого-то придется сейчас резуроктить. Тяжелое ранение уже. Это, конечно, хорошо, но... Стрелу возьму сразу в защите, потеряю. Меня быстрее добьют. Презрек-то, конечно, есть. Но регены еще ждать очень долго. Отката бутылок тоже половинка. Надеется, что таун пройдет, сработает. Это, кстати, вполне вероятно. Ну, держись, Фуга, прошу тебя. Так, а ты чего будешь делать? Бить с руки? Невнятно. Все на ФД, блин. Удар пером. Урон слабенький, но точность хорошая. Ой, Фуга, держись. На ней хоста. Она там нарезает. Будь здоров. О, этот... Шампур откатился. То есть, мы первого можем отодвинуть ненадолго. И нанести неплохой урон. Как он еще раз? Полминуты. Рубящий. Модификатор основного оружия. Повышенная точность. Дистанция полтора. Пробивание брони. Упреждение слабенькое. Ну, то есть, мы его кое-как... Собьем. Шампурчик идет. Ну, вот что делать, Джайна, э? Все в КД. Все в КД. Посохом, конечно, можно ударить. Хорошо эти замороженные. Они так медленно бьют. Ладно, давай посохом. Там ледяное и точность довольно хорошая. И рейндж позволит. Держимся, пацаны. Как там таунт? О, перебили. Хорошо. Шампуром и выстрел еще. Удар посохом. При смерти, ну! Сдохни. Так, что может Джайнка сделать? Когда им это моткаты? Вообще никогда. Комбить ее не можем. То есть, надо брать какой-нибудь, делать выпад. Это же ледяной урон. Ну, уже, наверное, по верхнему. Или просто с посохом попробуем выстрел сделать. Да, давай так. Есть! Можно сейчас попробовать привлечь внимание танкам. Вот этого товарища, естественно, на парирование. С этим должны попытаться справиться как-то. Он дезориентирован, заморожен. У нее там такие проблемы, но по мне еще маги стреляют. Держись. Держись, родная. А его подключили еще. И дождь пошел кислотный. Так, во-первых, я ухожу. Хотя у меня защита от элементального урона мне. Наверное, не так это критично. Может, посох и пробить, а? Давай так. Откуда умирает? Умерла. Срочный резурект на нее. Нет, 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 там главный герой тоже. Капец. Раскрывающие тени. Ой, не отдайся сейчас. Раскрывающие тени, надо валить или отца. Или бутыльком просто я сделаю. Бутыльком не бутыльком, все равно нужно это делать с саппортом. Пытаться ли восстановить под этим? Может, просто убежать. Ну, на правую я имею ввиду. Нет, этот еще здоровый. Ну, в смысле, живой, по крайнейшему. Пробую затаунтить, опасно. Кислота пошла. То есть, надо сначала сделать вот так, получается, да? Ты отступай направо, лучше. Это опасно, я понимаю. До нее кастанули восстановление, вроде как. Да. Не надо пытаться на пофиг воскрешать фугу. На меня лучник бежит. Хорошо бы спрятаться за столом, если это поможет, конечно, главгерам. Оттянуть пока кд. Да, хренас два, тут пик вообще. Я хоть выбегу за пределы этого. Так, стаунтил, вроде. Если стаунтил, то хорошо. Все, за главным героем побежали. А, я скрывающие-то не юзнул. Давай-ка юзнем. Резурект, прошу. Блин, какая грязь. Или не соваться, пока там этот есть. Вы втроем против шестерых, Миш. Там провокациям попадает, задевая по цели гонец. Не удалось применить задевание, не удалось применить задевание, не удалось применить задевание. Кричтаунт не сработал. Это значит, что сейчас будут пинать нашего друга. Причем вдвоем. Это провал. Я могу, знаете, что сделать? Попытаться саппортом уйти. А танком, учитывая то, что ему пофиг, у него есть бутылек на воскрешение, пойти на пофиг восстанавливать человека бутылочкой. Так и сделаем. Это раз. Ты уходишь тупо назад. Да, получаешь удар, но тем не менее. Главный герой... Делает скрывание... Да. Делает? Да что ж такое? Почему не получается? Я не могу отсюда уйти. Я получаю сразу от двух. Ладно, вроде выбежал. А на них действует кислотный дождь? Хрен у нас два. Почему не работает эта хрень? Можно бутылек пропить. От чего? Элементальный анти работает. Ну, заморозка, паралич, да. Знания мне сейчас не помогут. Колюще-дробяще тоже. Надо выносливость пропивать. И удалось сделать обилку скрывающую. Капец, полный хаос. О, этот кислотный дождь, это падение. Ладно, живем кое-как. Так, бутылки полностью в КД. Тут дистанция такая, что лучше не подходить. Но я из-под кислотного дождя ушел, это хорошо. Могу просто пострелять. Я понял, да, что подсказок нет, и непонятно, что происходит из-за этого. Это из-за экспортного такого режима. Я понял. Короче, смотрите, ситуация какая, расклад какой. Саппорт на себя взял одного тяжело раненого товарища, в принципе, когда у него откатятся, да что угодно. Парочка спилов. Любых, на самом деле. То есть я хочу сейчас с саппортом просто отойти и разобраться спокойно с этим. Хреновая идея, на самом деле. Ну а сейчас я ничего все равно не могу сделать. Я могу пропить выносливость, на самом деле. Да, чтобы пошел к ДМ. Или негативный навык убрать. Негативный там такой. Давай выносливость пропиваем, окей. Ты воскрешаешь. Не уверен, что это правильно, но думаю, надо пытаться. Главный герой не в кислотном. А кислотный, кажется, уже рассеивается. Ну, по крайней мере, на танка это не подействовало. Хотя эффект остался. Тут у нас вроде как есть заморозка. Но я вот не знаю. Этого бы заморозить. Ну, сейчас вроде танк на себя стаунтил. Вот сейчас можно танку взять какую-нибудь после этого бутылька. Естественно, после резуректа. Надо как-то врываться вот в этих двух магов, что ли. То есть этот за танком будет, этот, надеюсь, тоже за танком. И у нас будет возможность вдвоем против двух посражаться. Пока сап у нас уводит, уводит человека далеко. Пока ждет, когда у него откатятся скиллы. Но что делать с Джайной, у которой дебаф на точность конский. Но она вынуждена поставила себе этот дебаф, блин. Я опять же не знаю, учитывая экспертный мод, сколько мне понадобится. Я должен просто стрелять, не подходя в эту зону, я полагаю. Потому что заморозка меня неизменно туда вернет. О, это двух кайтит. Хорошо. Попадание есть? Джайна. Атли. А, едва задев Джайн, понятно. Ну там уклонение конское у меня из-за этого. Пытаемся воскресить. Тут уводим. Саппорт на себя двоих уводит. Только не торопись, Межган. Только не торопись. Что у нас по бутылкам? Здесь все в КД. Здесь будет час в КД. Здесь тоже в КД. То есть, по сути, я могу ориентироваться только на способности. Ты занят? Ты можешь, кстати, попробовать уже подходить и пытаться замораживать. А что по защите? Подождите, там проверка у холода на что. Давайте попробуем посмотреть, что там Джайна делала и какая защита срабатывала. Я хочу выбрать цель, которая... Мощный удар, мощный удар. Рубящее железо. Самое время почитать лог на самом деле. Ну, я серьезно вообще. Без шуток. Ударный заряд. Блин, лог не полный. А если мы посмотрим на лог? Магический посох плюс могил. 56 защита. Защита, да? Просто защита. Просто защита. Какая защита просто защита? Давайте посмотрим. Это физушная. Ментальной атаки нет. Защита магии, скорее всего. А, погибели. Заклинание дальнего боя. Вот, уклонение. Уклонение. Уклонение у кого что? У этого 33, у этой 77. То есть надо книгачей вырубать, да? У этого 131, у этого героя. Короче, надо, наверное, делать... Пытаться замораживать этого упыря. Это раз. Да, подкислотный опять. Тут контролем сапом. Ой, это тоже ушел. Хорошо, а сейчас троих саппорт может увезти. Держись. Ай, попадает все равно. Знание плюс один. Так, беги, родной, беги. Ой, какая боль. Меня попали, меня заморозили. Главному герою привет передаем. Так, у моей второй подруги вообще есть зелье восстановления? Резуректы есть. Как я лечиться буду вообще непонятно. Ладно, я пробегаю вокруг. Ой, восстановили с половиной хп. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Есть резурект. Давай-ка ты... А, ты стаунтить не можешь. Ты стаунтить не можешь. А как они вообще попадают? Я же... Где скрывающие тени? Почему ты не сделала? Они же были активны. Так, ладно. Негативных навыков нет. Позитивные пока сохранены. По бутылкам снять негативный резурект. Надо впиливаться в магов. Вопрос только в кого. Если мы бьем с руки, у нас должна быть... Должна срабатывать защита по... По выносливости, да? Сопротивляется физической боли. Вот. Это только дальний. А, нет, парирование. Для защиты от атак и заклинаний ближнего боя. То есть, меч-меч эта защита нас интересует. 83-93. Вот у нее как раз против физухи защита не очень хорошая. Лученька вообще на нулях. То есть, мы начинаем атаковать так. Потом начинаем ее зажигать так. И молимся каким-то образом, что у нас главный герой успеет что-то сделать в заморозке. Это капец. При том, что у нее есть зелье сопротивления заморозки, я все равно заморозила. Или не заморозили, это эффект прошел. Нет, что-то хреновый эффект прошел. Он не отобразился, кажется, но... Еще главное, у меня есть отражение от заклинаний. То есть, как бы 50 секунд еще защита стоит. Но что-то не помогает. Так, ну здесь я в круголя. Прошу, сделай что-нибудь. О, кажется, перенацеливается сюда. Слушайте, может я тогда попробую спасти вот таким вот образом? Там книгачей в меня стреляет. Дает руку, поднимаемся. Хорошо, встаем. Меняем местами, раз. Как-то спарировали, да? Куда там? О-о-о, смотрите, там нарезка идет просто, давай, вокруг столов. Нет, выносливости. Лечиться мне никак. Но я могу пробежать этим. И кинуть выносливость мимо. Это аркада. Потому что сейчас пока маги без защиты, этих вообще лучше не подводить. Даже два бойца у меня с магами могут справиться. Так что лучше пусть просто бегай. Я лучше воскрешу ее. Меняем местами хорошо. Вот сейчас вроде прожал. Прожал? Провокация? Непонятно. Там такой караванчик. Ну, может быть, имеет смысл вот здесь вот завернуть уже. Чтобы они не проходили сюда. Потому что я буду близко к ассасинам. Так. Ты можешь еще что-то сделать. Но лучше не пить ничего. Потому что может понадобиться резурект. Так что давай-ка ты просто будешь... А кого? Этого типа часто ударишь? Но защита у него больше, чем у... Атли. Атли вроде пожестче должна быть. То есть ты выводи этого просто и с боем. А сам переключайся на Атли. Можно сделать еще бабчик по сплавам на себя. Силы живучести типа. Тут мы поворачиваем. Поворачиваем. О, откатились ДПСящие заклинания. Но там я еще защиту на себя не поставил. Лучше, конечно, защиту. Так, ты живешь. Кое-как. Ты атакуешь Атли. Не торопись только, Миша. Перепроходить надо будет 16 часов. Как бы до этого момента, где ты сейчас находишься. Когда у тебя уже сработает обилка? Алло. Я там горю, несмотря на наличие сопротивления тому же самому горению. Плюс 50 в защите от горения. Это мне не мешает гореть. Ранения нет, легкой ранения. Ну вот эту надо бить. Начинаем. Как она... Тут караван истории, смотрите какой. Ой, молодец. Главное, чтобы они сейчас... Ой, попал. Попал я. О, ушел в тень. Ну, наконец-то, господи. На последних хитах она ушла в тень. О, за что мне такое вообще испытание? За что? Да, у меня сейчас из-за этого точно снизится. Я вот думаю, стоит ли мне юзать или не стоит заклинание. Заклинание... Ну, вон у нее, смотрите, 257, 255. Но точности должно быть никакой просто. 56-30, здравствуйте. Но зато меня сложно убить. Типа... Хотя я могу догореть просто. Эти 16 хп могут просто меня... Хотя горения уже нет. Ранение. О-о-о-о... У нас пять ко всем навыкам, капец. Тут все еще ранений нет. Так, конечно, хочется подойти саппортом, но если я еще ввяжу вот этих вот троих в бой, это будет поражением. Наверное, стоит терпеть. А что я могу теоретически выпить вообще? Ничего. То есть я не лечусь вообще никак. Может подойти и потерпеть саппортом? Стоп, а у меня когда откатится? Долго еще. А ульта у нас только один раз за бой. Ладно, я попробую заклинание все-таки пробросить. Нет, подожди, подожди. Прежде чем пробрасывать, блин, свои заклинания, посмотри на тип защиты, который против заклинаний. Защита магии. Вот. Способность персонажа сопротивляется... Атакам погибели, погибели. Нет, уклонение же мы решали, да? Да, уклонение. Смотришь, у кого уклонение. У этого уклонения 33. Если ты выкинешь хоть что-то больше 50, то ты попадешь. То есть 50 на 50 что попадешь. Так что давай-ка работай, е-мое. А у этого уклонения конское, да? 77, да? Да, вот поэтому надо пытаться работать. Так, не попал выстрел, хорошо. Такая грязь. Легкое ранение. Ну, первый раз пробили хотя бы. Как же мне хочется вот второе дыхание сделать. Но я заведу. Я заведу. Не, почему? А какая дистанция у второго дыхания? А, это резурект. Какая дистанция? Что ты несешь? Я перепутал заклинание. Не торопись, прошу. Вот что нужно. Дистанция 2, это забей. Я точно сагрю вот этих упырей. Так что надо работать с вот этими тремя героями, с тем, что есть. Жуть! Просто жуть. Так, промахивается по джайне. Это все следствие защиты, как раз это иконское. Дух и ранения. Джайне там пытается скастовать. Таун-то у нас нормального нет. Ну, попади, прошу, джайне. Этот все еще горит. Кстати, он ранен. Подождите, у него же... Защита от... А, у него защита от физухи больше. Он умирает, потому что горит. Ну, попади, прошу. Ой. Отравление наносит урон по джайне. Все, понятно, понеслась. Уважаемая джайна, будьте внимательны. Интерфейс позволит вам узнать обо всех эффектах. Но для этого нужно понимать, о ком вы сейчас читаете. Горел книгачей. Заморозки не было. Ну да. При наведении на любого персонажа в центре окно со всеми эффектами. Да. Там же и МПС может слеть героя танка. Так же что? Может слеть героя танка? Да иди ты нафиг! Короче, джайна у меня тут падает. С очень высокой вероятностью. Тупо от яда. Через какое-то время. У нее яд. У нее яд, я не увидел, где он находится, в общем. То есть кислотный дождь, да. Но только защита выносливости минус 5%. Я так и не понял. Отравление. Шип попадает. Тяжелое ранение. Ой. Какая воля к победе. А как что ты выкинул вообще? 85. И заморозочка на 4 секунды. Сауе? И зауе. Заморозка и горение. Класс. Ну что, ребят. Ты у нас чем пробиваешь? Это опять же нужно вот по этой подруге бить. Хотя, подожди, это не клиф случайно? Рубящий. 20. А, если цель вступила в бой с ним. Понятно. Ну да, попробуем этого добить. Так, ну что, ты бьешь по этой легкое ранение. Ты продолжаешь пытаться нарезать. Тут непонятно, когда, но мы умираем. Перед этим, возможно, стоит... нанести еще такой вот урон к нему. Ну, бутылек на воскрешение есть, конечно же. Держим, пацаны, держимся. Нет, лучше здесь повернуть, как в прошлый раз. Там и желудочник стреляет. Джейн, аккуратней. И поближе надо подойти, чтобы резурактить проще было. Там все еще, блин, легкое ранение. Капец. Я в шоке, дорогая редакция. Этим не стоит останавливаться, он сейчас сразу не получает. Может, переключиться пока на него. У меня защиты выше. Но я все равно по этой нифига не попадаю. Ну, что стоит. Да, давай, попробуем переключиться так. Все мы попробуем этого добить. И та еще умирает. Улучшенька промахивается по Джаню. Джаня, там вообще-то хитая. Грязь. О, что, таунт сработал? Или таунт до сих пор работает? Не понял. А, ляск железа еще работает, да. Удар раз. Тяжелое ранение. Промахивается Джайном. Можно щит успеть кинуть. Так, отражение, крит попаданий. Да, энергетический щит нужно в первую очередь кинуть на... Попробовать успеть на это подругам. Они еще сосредоточены очень много магического урона. Тяжелое ранение. Да, надо этого пытаться убить. У тебя резуректа уже нет, да? Или есть? Нету. Нет, 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 нет. Так, выхожу из боя. Так, тут скоро выносливость остановится. Попал при смерти. Ну давайте, ребята, прошу вас! Прошу вас! Надо хотя бы с этими разобраться. Там еще трое, я... Они там двое здоровых абсолютно. А, нет. Легкое ранение и приз... Нет, тяжелое. Это книгачи при смерти. Нет, нет, нет. Там долго... Дольше пробивать. Если я этих так долго бью... Так, у тебя запас есть, окей. Щит кастуем. Ну, вроде она кастует щит. Слушай, у тебя... Нет, не откатилась эта штука. Не нужно тебе ничего делать. Просто оттачим. Просто оттачим. Джайна опять промахивается, блин. Враг по цели. Ой, хорошо, так как живи! Три хита! Падаем. Нет, успевает скастовать щит! Йос! Ох, хорошо-то! Как пошло-то! Так, давай-ка, может, скастуем еще ударный разряд. Ошеломление, дробящий урон. Давай посмотрим, на что проверочка будет. Главное, от яда не окочурится. Ну, это тоже магия, вроде как, дальняя. То есть, нужно как-то по уклонению проверять. Ну, уклонение только у этого. Хотя, наверное, здесь случник больше урона будет наносить сейчас, чем маги. Я вот не смотрел, кто больше урона наносит, в принципе. Замедлить его скорость атаки было бы неплохо. 63. 77. Да, давай полученку пробуем. Ох! Добивайте, прошу вас. Ты пока нарезай! Так, танк может пропить что-нибудь. Силовой щит 15 секунд и здоровье восстанавливается. Нет, его пока никто не бьет особо. Так что ему можно выпить... Во-первых, можно обновить защиту от горения паралича. Можно тупо восстановить хп. Нет, давай лучше горькое лекарство пропил. Потому что по нему атакует маг. Пропью так. Пропил. Возвращаемся здесь сюда. Фуга, прошу. Ну, при смерти он уже осталось-то, господи. Ну! Нет. Едва задеваем. 6 урона. 6 урона, Карл. Так, у тебя таунт еще долго. Можно самороз, конечно, кинуться. Там проверка не пройдет никто. Лучше просто бить с руки. Стоп, мы кастуем, а у нас, кажется, уже должен был спать щит. Да, у нас нет больше щита. Любой другой удар сейчас меня убивает просто. Вот он летит. Да, минус. Ну что ж, пора резуректить. Причем не теряя время, пока на нас есть щит. Резуректим. Даже не добивая этого упыря. Джанка падает. Шип у меня, конечно, есть. Хочется ему добавить, но... Боюсь, что если остановлюсь. Так, а я же могу скастовать на 5 метров великое обновление. Не-не-не-не-не-не. Остановишься, начнут лупить. Давай, аккуратно. А-а-а! Я бутылек случайно пропил. Капец! Нет! Как ты... Снял эффект случайный. Ё-моё! Я думал, отменил я его. Я сначала пропил, не отменяя паузы, выбрал другой. А так, видимо, не работает. Какая грязь! Я же не снимал с паузы. Ну всё. Либо я возвращаюсь с резуректчен, и это минус. Либо я вдвоём пытаюсь справиться с двумя. С тремяточными. МЫМЫМЫМЫМЫМЫМЫМУ ИЛИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а если падает у нас фуром фуга она упадет скорее всего у меня остается два человека ну три человека с резуректа надо подождать как-то короче смотрите как план какой нужно каким-то макаром фугой и танком дождаться когда пройдет кд бутылки восстановить джайну при этом этих круголять и возможно таунтить таким образом чтобы все атаковали танка это по сути единственный мой шанс давай давай шампуром его шампуром ну и он уходит вниз скотина какая как своевременно жесть просто жесть здрасте он еще придется ударом силами чем не делать чай лучше лучше будет стрелять скорее всего сфуга могу ли я передавать девайс и нас два ты можешь передавать девайс здесь надо будет фугу восстанавливать резуректить чтобы она в свою очередь резнула через бутылек вот это провал может отступить пока ей смысл какое сакральное выступление повышаем вероятность агрона танка возможно уйдем от какого-нибудь заклинания от этого уйдем отступаем какая грязь какая грязь может удастся пробежать накинуть на нее щит по-быстрому там пофиг где-то броня может попробовать ее хильнуть мимо проходя два метра Алеша какие не дай бог хотя бы один из тех трех спулиться на нее это все сразу минус у тебя все держится еле-еле на непонятно чем держи пока можешь держать да лучник по ней выцеливается за столами не спрятаться не искрыться кому лучше стрелы закинуть ну точно не по лучникам почему точно не по лучникам давай посмотрим что у нас по какая защита отвечает на дистанционные атаки уклонения скорее всего да от атак из луков да и уклонения у кого меньше 77, 63 у этого полумертвого меньше уклонения 77 ну там точность соточка можете подождаться когда она мне этот выйдет и тогда только по нему стрелять ой не знаю нам надо как-то жить непонятно как только там ты наверно так сделаем глядишь перебьем быстро она а ты че скучаешь вдруг непонятно лук достаём на меня на замах уже идёт и выстрел 6 урона 1 лучник стреляет оклонение плюс 1 14 урона 2 так но я могу вот эту штуку кинуть кстати может все таки саппортом на этом круге ворваться ну че защита по броне от этих у него есть что он может он может все он может подхилять он может резурект но резурект будет такой что нет задача подхилять вот эту вот подругу и исключительно ее или набросить на нее дополнительную защиту так что давай пробуем спастись станции 6 метров может и позволит мне тут как раз они могут потолпиться кидая защита это восстановление части хп а значительная часть хп надо идти навстречу короче говоря и рисковать так тут таунт наверное на лучника все таки с богом бутылек откатился только на треть резать не могу ну хватит уже не подходи ближе все ближе не надо подходить стоим на месте там получаем конечно да можно попробовать бафнуться или заморозить или выстрелить из этого из лука как то кому то зачем то давай так ты же делаешь печать на них да о там застряли вообще злоток механики просто просто напросто держись подруга держись я тебя сейчас еще подхиляю тогда ой вообще хорош просто конфетка он там этих занос водил ходов черт знает сколько привет бейлер как тебе игра игра просто меня сейчас посередине хп героев это третья часть это третья часть трансляции показывал я но фактивировал премиум на ваш канал максимальный уровень экспертный режим один сейф то есть айронмен блин то есть я сейчас если за пару это сражение которым кстати неплохо подготовился все все что нажито непосильным трудом там 12 часов 14 часов не знаю сколько ушли эти трансляции суммарно наверно 12 где то все заново все а у меня тут три милишника вместе с героем маг еще один там очень даже не ученик тоже маг лучник у меня один труп один при смерти их как бы саппорт который ну давай прошу вот вот сейчас только вот не надо ты агри агри ты кастует и кастуешь да кастую прошу очень важно ну кастую есть печать так ты же можешь подойти на следующий нет ты хотел что ты хотел бы хотел стрелять но я сомневаюсь в этом не надо подойти все равно есть печать остановили до живем о это что этот падает фуга убивает цель гонец еще раз фуга фуга убивает цель гонец как 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 от скиллухи умер и не ну гонец там был а нет слушайте может на нем было действительно кровотечение он дотикал просто я раньше на него мог но она так как-то дико по времени действует сколько кровотечение то вот у первой способности вот этой вот там горение во первых кровотечение 12 секунд неужели это 12 секунд так длилось неужели я вот все что сделал это было в рамках 12 секунд я в шоке если честно так смотрите какая задача сейчас хорошо было бы саппортом пока он может накинуть на себя армор против бронированных товарищей дальше восстановить еще хп фугой тянуть время и резуректить потом сюда но это должен стоять на месте это безусловно чтобы еще тупил второй кого и пытаться убить это вот я не знаю потому что что здесь что там там один засейвлен видимо он как раз как выйдет по нему и надо будет лупить но уходить мили я тоже не могу потому что а почему ты не можешь милить вот на это почему не может уйти этот не пройдет все равно а давай-ка попробуем реально стойку можно поменять еще кстати уклонение стойка делаем почему какая стойка точности вот не могу почему-то а это только в этим с другим типом оружия меняем все и пошли на этого просто в мили чтобы штраф у него был и я заодно могу успеть за дать бонус радиус 10 метров я и так дам бонус главное сделать блин парирование на наверно магичку даже лучше так ты на себя защиту чтобы подольше постоять что по стойке у тебя этот пробегает ой и сейчас внимательно сейчас очень внимательно там почетный страж и этот ставить ли армор оставить любом случае армор тебе придется от них хватать бутылок нет блин рискуем и теризотель нити я могу рискую в том плане что и надо лучника вязать просто закрученка держись да я не знаю какой там кд у него стоит тупить ничего делать и это ничем делать не таунтит ни хрена стоит просто ой выходит ассасин тяжелое ранение я не знаю так вот наверное нужно сделать когда уфугим еще нескором о какая боль там крит кажется едва задевая на 26 урона они охренел ли ты может тогда мы защиту все-таки кинем на эту подругу а чем он там пробивал то ну очевидно это физуха я уже поздно на себя вешаю что надо будет сделать на него и оригин идти пытаться восстановить нашего товарища капец так армор вроде прошел армор прошел исцеление делаем а исцеление это блин два метра у него кажись надо ей подходить грязь там еще двое блюд по саппорту в чем у меня этот нет не работает а а а все кажется я Слушай, на ошибку сейчас. Сейчас и сап умрет. Еще не поздно сапом убежать. И фугой попытаться. Ты не продержишься треть бутылки. Лучник тебя задолбает. Либо ты пробуешь... А, сейчас таун прошел. Я не знаю, что делать. Давай ледяную хватку на это вдруг подействует. Вероятность, не знаю. Он сам умреть может. А если он умрет? А, на мне замедление. Заморозка прошла. Он этот сможет себя лечить, не сможет. Надо было парирование научника делать. Пытаться. Сейчас уже слишком поздно. Не, я могу пойти просто в тупую вот сюда, вот на него. И надеяться, что он на меня отвлечется. Тут пытаться пробежать сюда. А здесь что? Здесь, может быть, даже надо делать этот хил на себя. Или даже бежать дальше. Бежать дальше надо. В кучу все с вами метешь. Ай, смотрите, какая ситуация. Если я начну лечить, я не знаю, сколько мне времени понадобится, чтобы фугу вылечить. Не факт, что фуга под своей заморозкой замечательная. Хотя у меня все еще действует сопротивление заморозки. Хреново действует. Но статуса негативного я не вижу, в общем. Там энергетический щит. Почему она заморожена? Таунт еще не прошел по этим. А здесь вокруг столов нарезать. Здесь не пробежать. А здесь, во-первых, есть вероятность, что они вниз уйдут. Во-вторых, если я не подлечу фугу, есть серьезная вероятность, что она не добежит, не резнет. Учитывая то, что она заморожена, у нее, блин, здоровья нифига нет. Хотя у нее парирование и уклонение. Ей нужно продержаться серьезно. Еще 5 секунд. 5 секунд из 15 треть, фактически. Но если я буду ждать сейчас саппортом, я рискую, в принципе, саппорта потерять. И тогда... Примутся сразу за фугу. Короче, мне нужно саппортом убегать. Не лечить ее вообще. Пытаться уйти наверх. Фугу и уйти сюда. Сразу же. Это мы сагрить этого. Это, по сути, единственное, что я могу сделать. Сейчас он еще получит. И у него уже все плохо. Но у нее есть реген на себя, в принципе. Может, успеет. Может, и стоит, кстати, реген на себя кинуть. Только в тот момент, когда станет понятно, что... О, лучник по нему стреляет. По саппорту. Короче, надо сейчас уже врубать каким-то макаром. Блин. А у меня больше резуректа нет. Или подождать, пока саппорта, типа, убьют. Как все хреново, Михаил. 25% хп. Это сколько у нас? Может, я качали? Прилично. Это 30 урона. Два удара где-то. Надо, наверное, сделать так, чтобы... Короче, я сделаю круг и сюда встану. Чтобы второй застрял. А, лучник, кажется, переключается на фугу. Понятно. Пробуем замедлить. И фугу, и этого лучника. Да, давай попробуем. Давай так. По фуге стреляет. Фуга, держись. Уклонение есть. Ой, по ней еще эти бьют. Блин, все. Так, ты здесь... Точно хиляешь себя. Грязь. Я... Так. Грязь. Просто грязь. Ну, давай заморозим. Хрен, ас-2. Понятно. Беги, короче. Просто воскрешать пытаться. Там... Реген прошел хорошо. Я получу удар. Вот думаю, бежать мне дальше или не бежать. Наверное, бежать. Или резурректить фугу. Или может даже ударный разряд с этой позиции. Не-не-не-не-не. Слушай, ты вот вообще важный. Ты просто беги, потому что кроме тебя, если фугу бьют... Фуга, держись. Прошу тебя. Управление холодом. Как удачным. О, одна секунда. Но лучник уже тетиву натягивает. И ученик разворачивается. Блин, нет. У фуги 16 хп. Капец. Дайте мне. Дайте мне сходить. Такая грязь. Такая грязь. Есть резуррект. Давай. Успей, успей. Прошу, там долгий резуррект еще. Присаживаемся на колено. Лучник натягивает стилу. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Господи. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Этот не успеет рестать. Танк не справится с магами. Натягивает тетиву. Ну, давай, прошу. Фуга! Ну! Стрела летит! Нет! Нет! Три хита! Три хита! Господи, 11 хитов! 11 сняла, три хита осталось. Кровотечение. Держись, там маги уже выцеливаются. Нет, ты зачем... А, ты не остановился, ты просто... Ой, пропускает еще один удар. Ой, есть! Ты воскресил! Воскресил! Так, вернулась у нас магичка. Но фуга сейчас умрет. Ох! Так. Господи. Господи. Что делать? Книгачей надо убивать. В первую очередь. А фугой надо успеть хотя бы одну обилку юзнуть. Да, ледяной шип на этого упыря. Раз. Но она будет долго вставать еще. Так что, скорее всего, все. Главное, Сапа сейчас не потерять. Ну, ему капец, как сложно. Надо дождаться, когда вот стирание записи откатится. Успеешь. Обилку юзнуть. Не торопись, Миша. Последние минуты уже идут вообще боя. На тебя действует баф вообще какой-нибудь? Действует все еще. Сейчас добьют. Да. Минус фуга. Ну, она, по крайней мере, воскресила эту подругу. Опа! Папандос. Лучник развернулся на Сапа. Это ГГшечка. Резурект, кажется, у меня больше бутылочных мер. То есть последний резурек находится у чувака, за которым бегут двое и развернулся на него лучника. Класс! Вариант номер один. Он просто бежит. И на пофиг пытается резнуть. Потому что жить ему... Недолго. А второго варианта-то нет. Он переживет только один выстроен. У лучника легкое ранение. Я не смогу, в принципе, его как-то нейтрализовать. Даже с заморозкой, даже как-то... Хотя я могу его дезориентировать и заморозить двумя ходами. Давай попробуем. Не буду я ученика добивать. Это понятно. У меня там и главный герой вообще на ладан дышит. Надо бы какую-нибудь бутылеку, наверное, элементальский прожрать. Тем более у меня его нет. Раз. Ну, это по сос, конечно. Извините, конечно, меня за французским. Не хватило, по крайней мере, бутыльков резуректа. Таун-то нет. Еще долго не будет. Хила нет. Аналогично долго не будет. У меня только резурект на него, и все. Больше не сделать ничего не нужно. А народу до хрена. Попал по лучнику. Раз. Есть урона. Не, надо знать, что пытаться сделать. Пробежать. Типа, если получится. А воскресить. Это программа минимум. Это маловероятно же. Ну, что, на него уже двое сагрились. Господи, зачем ей выносливость и столько танковать? Ну, что ты прав? Активирует. Налучник. Ну, где она? Активирует он. А меня видит из-за столов? Да, видит точно. Или я вот отсюда... Не, видит, видит. А этот, может, не видит, кстати. Ну, лучник уже выцеливается там. Прятается. Где удар вообще? Книгачей там тяжело ранен. Едва задев. Вы что-то нашли кого? Прохожу поверху. Здесь легкое ранение. Здесь просто ранение. Там два товарища весьма серьезных. И пошел маг стрелять, все любописимо. Я не увидел, где вообще. А, вот. Пошел каст. Я пробегаю, пытаюсь фугу умереть. Нет, не туда! Дурак! Скотина! Блин! Он пошел по другому пути. Ну что, будем пытаться выйти? Или уже не стоит страдать? 22. От героя ты получишь где-то на двадцатку. Умирает. Минус два безвозможность резуректа. Все, это как я. Против пятерых оставшихся. Ладно, четверых даже оставшихся. Сучок этот еще прошел. Решил поню забойти. Так, короче. Инвойдф активировал премиум на ваш канал. Беги из комнаты. Слушай, а может мне реально убежать? Тактически отступим. Ты можешь не убежать даже. Там уже лучник выцеливается. Все бегите. В бою, говорит, нельзя. Скорее всего. Да, нельзя там выходить случайно. Максим, что я могу сделать? Спрятаться за столом. Каким-то образом их выстроить, наверное. Но если я буду проверять выход... Если я буду проверять выход... То... Я тут уже не выйду, короче говоря. А мне нужно проверять по всеми. Смогу ли я убежать или не смогу? Не, я хотел бы убежать, на самом деле. Отдай одного вторым, спрячься. Пожалуй, да. Это хорошая идея. Нет, не получится. Уже не получится. Что за мной уже бежит. И лучник, и тот. Не могу уйти. Начинаем отстреливаться. Но это не стоит принципиально уже. Сейчас танка будем возвращать. Там подлечились уже, пацаны? Стоп, а если я... Ну, а как я могу сказать? Ну, как я могу сказать? Только вот если сюда, типа уйти. Сагрит джайны этим наверх. Нет, вряд ли. Или наоборот. Джайну, типа, подставить. А этим побежать. И они не... Не это самое. Будем умирать, короче, здесь. И мозгеда епария называется. Падает джайна. Уйти мы не можем. Все. Хороший был бой. С шансами все-таки, но... Недостаточно я был подготовлен. Не хочется умирать, конечно. Кто-то меня спрашивает. Правильно ведь? Я не хочу выходить из игры. Так, прям, очевидно, обузить. Какая пацана? Какая пацана? Все. Но я ожидал в самом начале, что как только это с первого троя не получится пройти Неизвестную игру в пиларсе меня значительно быстрее убили Но надеялся этот бой все-таки вытащить И начнем заново Но не сегодня Сегодня траур объявляется Спасибо за то, что смотрели Возможно сейчас... О, там 9 часов СК-2ТВ Изменения будут сейчас наверняка какие-то Я не верю в то, что они закроются А, Пека-2ТВ, понятно Качественный контент все ищут Доделали фан-стрим, что ли? Понятно Ну, хорошо, что доделали Все-таки сайт, на который деньги скидывали давно Я, наверное, сейчас вернусь с чем-то расслабляющим Типа фуфашечки Но в любом случае сейчас будет перерыв Прошу прощения за него Минут 10-15 Прервемся Ничего удивительного падусь Я, в принципе, сразу сказал, что Фотка с шиномонтажом так ловко скинутая за сутки до До начала обратного отсчета Скормленная Наличие самого по себе обратного отсчета Оно обычно не к окончанию чего-то А к релизу чего-то Приурочивается Ну и, в принципе, я сразу удивился Зачем Зачем закрывать портал, на котором 10к людей ежедневно И затрат на него там порядка Ну, на выделе сервера А, сайт находится под целым видос-апакой Это стандартно Вот, поэтому Хорошо, что Не закроется Потому что Значительно лучше Иметь Развивающегося На таком же поле Такую же Ну, площадку Чем Если бы они закрылись Потому что они все-таки привлекают Какую-то аудиторию Я думаю, что на трансляции присутствовали люди Которые узнали о ГГС С СК-2ТВ, например И то же самое наоборот Поэтому лучше, чтобы они Все-таки развивались Грусть меня съедает Из-за этого поражения Блин Прям беда Там сложно, конечно, было Численное превосходство Я еще не алло Надо было лучше готовиться В плане зелени Была бы уносливость Было бы попроще Ладно Вернусь скоро Не расстраивайтесь Так как расстроился я Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому